сегодня 15 мая значит что за эту неделю интересно произошло мы когда приехали у нас термометр показывает минимальную температуру ночную как какая была значит вот на этой неделе между 8 и 15 мая у нас на участке температура опускалась до 0,3 градусов то есть ну не минус но где-то близко и вот несмотря на то что парник был в форточке открыты ничего не замерзло вот это меня конечно очень порадовало значит я досадила вот томаты это виагра или виагра я уж теперь не знаю томат который неделю назад сажала ну вроде ничего так выглядит значит по вот этой вот части тут все зеленеет и кустица значит я так думаю что из-за отсутствия полива и достаточно плотная все-таки посадка получилась хотя мы укроп дергаем тут местами всю петрушку и все остальное но все равно густо вот дайкон очень крупные кусты огромные простые ужас какой-то значит часть дайкона пошла в стрелку вот вот я стрелки оборвала выломала те которые покрупнее кусты те которые мелкие пошли в стрелку я их просто выдернула чем место будет занимать все затенять вот так что вот такое наблюдение значит с этой стороны начал сходить салат видимо в этом углу теплее что ли вот в этом углу и в противоположном углу тоже там немножко салатик сходит огурчики которые сажала рассады перебаливают но живы выдержали неделю без полива вот редис растет чуть-чуть быстрее чем тут редис который сидит на улице чуть то есть разница такая не возможно если бы мы тут были ну жили бы на даче да я бы каждый на ночь закрывала парник утром открывала то может быть он был и быстрее рос этот редис значит огурцы у меня вот этот который взошел я его оставляю без банки а некоторые которые взошли там две штуки еще зашло 2 не зашло под банками интересно посмотреть какая будет разница в развитии как бы насколько они будут будут не так гонять не знаю значит сейчас мы уезжаем обещает у нас уже вот дождик собирается на неделе обещает такую дождливую погоду влажность будет высокая вот но сильных морозов не обещают поэтому опять оставляю парник две форточки открытые и пролила все всю площадь прям всю площадь пролила ну чтобы как бы такой микроклимат на долгого каши не хватит при открытых форточках но все равно какой то вот будет немножко испаряться будет влажность так на огороде на огороде какие-то у меня огородные хроники сейчас минуту парник закрыт а потом забуду значит на огороде ну тут я это сделала грядку сюда буду высаживать этим низкорослые томаты для открытого грунта типа черри клубника у меня в прошлом году я посадила то например молоденький молоденький вот кустики вот редис который на улице ну в общем от парникового не сильно отличается значит морковь пока не всходит со свекла всходит вместе со всякими там но сейчас вот дожди пойдут на этой неделе я думаю уже повеселее пойдет свекла всходить так у нас сегодня было кушение первое первый укос покос не знаю как назвать это вот хотела тоже сказать что при такой ширине дорожек 60 сантиметров удобно тем что косилка проходит то есть чеснок растет это же я его не поливаю ничего вот пробился таки этот 1 зубой ой не 1 зубы а бульбочки который села значит быстренько горох зашел горох 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 зашел вот он тут строчкой картошка тоже начала всходить вот она картошка вот она картошка вот только начала она вылазить а вот тут вот кстати интересно был вот картошка вот она вот картошка она видимо раньше выскочила и вот в этот вот 0 и и потрепал вот она ну я думаю что отрастет но просто я как бы на заметку себе что 0 градусов для нее это картошка молодец она так аккуратненько выглянула посмотреть что там вообще в мире делается вот процесс прошел сейчас дожди пойдут и я думаю что все будет хорошо так что вот такие у меня огородные дела барага на прошлой неделе я села не взошел еще пока бобы взошли капуста не взошла вот они у меня просто там за парником сидят я сейчас туда не пойду там у меня такая маленькая круглая грядочка еще надо кое-что досеять и думаю что на следующей неделе я уже буду высаживать в открытый грунт перцы и баклажаны мы в парник наверно тоже если не там удастся место освободить вот такие огородные хроники